Добрый день, уважаемые гости! Сегодня я с одной стороны с радостью, с другой стороны несколько сожалею, должен констатировать, что третий всероссийский форум «Время кино» подходит к своему завершению. Программа в принципе исчерпана, но пройдя всю эту программу, хотелось бы некоторые вещи, что называется, отрефлексировать, зафиксировать и завершить этот форум. Мы решили вместе с организаторами кинобатлом, то есть не просто ток-шоу, а именно битвой, битвой мысли о том, что, как происходит сегодня в нашем российском, прежде всего, ну и в мировом, конечно, куда уж мы от него уйдем, к кинематографе. Попытавшись столкнуть, если получится, а если не получится, значит, они соединятся в едином порыве. Разные взгляды и подходы на то, как развивается и как развивать дальше сегодня кинематограф. А может быть, ничего делать не надо, и так все проходит хорошо. Но прежде я бы хотел поблагодарить организаторов Всероссийского форума «Время кино» еще и за то, что в его рамках была организована в этот раз впервые достаточно большая киношкола, которая позволила нам привлечь к этому форуму значительное количество студентов, то есть тех людей, студентов-журналистов, прежде всего, тех людей, которым предстоит. И очень бы хотелось, чтобы профессионально они в дальнейшей своей деятельности отражали суть происходящего и в целом мире искусства, и в мире кино, в частности, учитывая, что этих специалистов сегодня нам хронически не хватает. Ну уж в регионах-то точно. Я представляю с удовольствием и под ваши бурные аплодисменты гостей, участников нашего сегодняшнего кинобаттла «Какое кино нужно сегодня зрителю». Это Алексей Петрухин, режиссер, продюсер, генеральный директор «Русская фильм-группа». Вероника Скурихина, кинообозреватель телеканала «Россия-1». И Евгений Майзель, киновед, кинокритик, член гильдии киноведов и кинокритиков. Ну вот, собственно, биться вам залом, биться по тематике, скажу честно, мы долго обсуждали, мы долго проектировали, мы долго пытались поймать такую больную, я не скажу, сущность, а мы же не сущность. И вот это вы сейчас как раз нам и подскажете, тему, вот, знаете, на что вышли? Фестивальное кино, прокатное кино. Вот какое кино нужно сегодня зрителю? Кино ради кино, кино ради награды на фестивале или кино, которое приносит хорошие доходы. И, кстати, тоже делает неплохое имя авторам, участникам этого процесса. Кто первый начнет, не знаю, но тема та, которая пока ответа однозначно не имеет. Пожалуйста, вам слово под вашу бурную аплодисменту. Спасибо. Да, маленькая ремарочка, далеко не генеральный директор, потому что это накладывает чуть другой отпечаток, и я не бизнесмен. Мы вас понизили или повысили? Это другое совсем. Это не за чуть-чуть, да, кинопродюсер. Кино. Сам вопрос, какое нужно кино сегодня зрителю, оно всегда было, нужно кино, слово хочется сказать, оно одно, да, то есть имеется в виду, что такое кино. Давайте просто прям коротко попробую, коротко, правда, не получится о кино сказать, но я постараюсь донести для начала эту мысль. Кино, прежде всего, должно зрителя вдохновлять. Кино должно, прежде всего, зрителей, точнее, наше даже общество объединять. Кино должно образовывать. Кино уже как в крайнем, в последнюю очередь развлекать. Слово развлечение на сегодняшний день, конечно, вышло впереди всех этих предыдущих задач картины, задач миссии кино, потому что через развлечение сейчас легко и правильно доносить любую другую мысль. Можно рассуждать о том, что кино должно вскрывать какие-то проблемы и прочее. Конечно, это тоже все показывается, но конечная его миссия, досмотрев ты картину, ты должен все равно получить прежде всего вдохновение. Это основная задача, основная миссия кино. Оно не может делиться на… в смысле, оно делится, я сейчас не в это даже сказать, что фестивальная, авторская, прокатная, коммерческая. Все равно у них у всех задача и миссия одна. Это способ достижения, жанра меняется, все что угодно, но миссия у такого понятия, как кино, одно. Чуть-чуть скажу шире, для того, чтобы дискуссию, наверное, какую-то развить, что кино – это, прежде всего, чтобы понимать, это большая политика. Кино – это уже на сегодняшний день, это вообще оружие, которое некоторые применяют, как некоторые, я имею в виду, уже странное, можно сказать, кино, как оружие массового поражения. С помощью кино вообще воспитываются поколения в определенном формировании, в определенном… формируют мнение общества, люди растут на этом, закрепляются в сознании многие вещи, которые через кино доносятся. Кино, когда нам говорят кино – искусство, кино – развлечение, это уже как бы последствия тех вещей для того, чтобы мы в это игрались. Молодежь, которую сегодня воспитывают, я имею в виду кинопроизводителей, сейчас уже меняется тренд, я, наверное, зря говорю, это были последние 15 лет. Это, знаете, как… чем хуже ты снимешь о своей стране, чем ты хуже покажешь о своем обществе, вскроешь проблемы, именно просто чем хуже, тем больше у тебя шансов попасть на международные фестивали. Ну, их всего там несколько, там Кана, Венеция, Берлин известные, да, которые для этого и созданы, чтобы именно мотивировать. И вот всегда награждают те картины, которые вот чем ты хуже показываешь о своей стране. Потому что надо не забывать, что нашу с вами страну, мы будем говорить сейчас Россию конкретно, в мире, да, воспринимают, там, большая часть людей, прежде всего через кино, они смотрят. Смотри, на «Оскар» фильм вышел от России, вот «Золотого глобуса» дали, да, что за кино, давай посмотрим. Ага, смотрим «Левиафан», круто вообще, вот она Россия, вот эта страна, вот это вот люди там живут, вот это там история, вот это быт, вот это вот вообще прогресс. Вот понимаете, вот это все, это опасная тенденция, которая, и последние сотни сценариев, которые присылают с пометкой на «Оскар», молодые сценаристы, ты сразу понимаешь, что это сейчас начнется про проституцию, коррупцию, продажных полицейских, ничего другого ты в этом не видишь, к сожалению. Поэтому сама тема, какой нужно кино зрителям, конечно, хочется посмотреть кино, вдохновиться на любое. Это может быть отличных отношений, любовь, дружба, внутренние проблемы, внутренние конфликты, конфликты с родителем, с кем угодно. Другое дело, сюжет фильма-историй, который вот через окунание в эту проблему, да, должен к чему-то выводить обязательно. Не показывать, может быть, решение, а хотя бы будоражить общество, заставить об этом поговорить. Но основная миссия кино, конечно, в конце нести свет. Понятие хэппи-энда, оно не зря пришло, потому что именно эти фильмы будут всегда популярными. Все остальное, это не должно работать и не должно это быть. Это вот если коротко. Спасибо. Ну, не коротко получилось, спасибо апплицементу, да. Но все-таки, знаете что, вот немного резонуло, вот у вас прозвучало, и все-таки в последнюю очередь кино должно развлекать, должно нечто нести. Что-то вот не с элемент ли социалистического реализма какой-то такой прозвучал. Кино должно вести, напрягать, ну и увозить в то же время. Почему не развлекать? Почему вот это в последнем моменте? Это фейзис, который, его можно развернуть. Я не сказал, что оно должно в последнюю очередь, это не так. Я сказал, что какой миссия должна быть у кино, и сказал, что на сегодняшний день уже надо считаться с тем, как мы воспринимаем эту историю. Через развлечение, конечно, легче всего донести уже любую другую мысль, которую авторы закладывают в той или иной картине. Поэтому, конечно, хочется кино. Если ты делаешь кино светлое, условное иметь, с таким своим финалом, оно все равно так и так для тебя развлечение. Все равно идешь и смотришь. Просто, может быть, тогда нужно поговорить, как Ленин говорил, что прежде, чем начинать разговаривать о чем-то, о понятиях, давайте выясним, кто как их понимает. Слово развлечения. Для одних, что вы имеете в виду развлечения, может быть, что я имел. Мы уж в этом запутаемся, а не в миссии кино. Хорошо, спасибо. Сейчас, если можно, ваше точное зрение. Ну, вы как-то автоматически, в общем-то, вы, Алексей, вышли на мою функцию, точнее на функцию, с которой меня здесь пригласили, защищать мейнстрим, защищать массовое кино. Но я и без этой функции искренне считаю, что развлекательная функция кинематографа это одна из основных его функций. И, как я уже говорила на лекции, в самом начале лекции, которая была два дня назад, а нет ничего плохого в том, чтобы любить мейнстрим, ценить, осознанно покупать билеты в кинотеатр, заходить в онлайн кинотеатр, покупать DVD, и смотреть, наслаждаться, смеяться. И, простите меня, но не выносить оттуда никакой умной мысли, кроме хорошего настроения. Так это и вдохновение, все правильно говорите. Я же это сказал в одном из разряда того, что нужно делать кино. Правильно? Потому что вот даже, ну, тут у нас вполне конкретные люди сидят, даже у Алексея в его проектах есть и то, и другое. Ви был совершенно развлекательным проектом. Вот в первоначальной своей функции это красочное кино, это приключенческое кино, интересное. И училка, которую до сих пор возят по всей стране, на которую я до сих пор вижу совершенно какие-то невероятные отзывы, и которая сама у меня впечатлила, эмоционально впечатлила. И да, это вообще ни разу не был фильм развлечений для меня, но это фильм, который не просто имеет право на существование, он уже существует, и он доказывает свою состоятельность. И, соответственно, в моем понимании существования современного кинематографа это признать право за каждой кинокартиной быть снятой, показанной и оцененной. То есть, да, безусловно, кинопрокат сейчас в первую очередь полнится картинами развлекательного толка, но это только зритель сам для себя может решить, определить, на что им идти сегодня, на очередной блокбастер от Майкла Бэя или на какую-нибудь новую замороченную картину Терренса Малека. И я бы очень хотела, то есть я сама, как зритель, не как журналист, а как зритель, я сама придерживаюсь этой позиции, я ей следую, и действительно, я один вечер смотрю одно, другой вечер другое. У меня в списке картин, которые я смотрю за год, наверное, да, наверное, 50 на 50. И я считаю, что эта позиция, ну извините меня за такой диктат, она самая правильная. Совместить всё. И в этом всём найти то самое удовольствие. Удовольствие от кинематографа. Спасибо. Единственное, я бы, да, хотел просить зал, мы всё-таки не на классической лекции, да, мы даже батл назвали, да, и вот когда не слышишь аплодисментами, зал согласен или нет, очень трудно сориентироваться. Вот начали бы, например, топать, да, я бы тут же, да, отразил позицию зала. Начали бы вы хлопать, я бы вообще не произносил сейчас этих слов. Пожалуйста, поддерживайте, да, наших спикеров, потому что мы должны слышать вашу позицию. Чуть позже, конечно же, дам право задать вопрос, потому что у нас есть ещё одна точка зрения, возможно, вы что-то хотите добавить? Да, я просто хотела сказать всё тому же залу, что можно же как прям нормальных, полноценных ток-шоу, знаете, у-у-у-у, вот это вот. Конечно, конечно. Наши, кстати, московские друзья, когда приезжают, они всегда говорят, Казань, расслабься, хлопай чаще, да, ну, очень сдержанный народ, хотя и не северный, пожалуйста, вам слово. Не знаю, если действительно учитывать, что формат это кино-баттл, да, и какие-то, может быть, не очень долгие высказывания, и, может быть, приветствуется какая-то эмоциональность, то я бы сказал, что меня просто пугает, на самом деле, когда говорится, что кино что-то должно. Меня пугает, что какого-то кино быть не должно. Но просто реально страх. В принципе, если мы находимся, ну, не в каком-то совершенно особом режиме, там, не в Северной Корее, допустим, кино, конечно, существует любое. Вот. И если мы не потенциальные чиновники, или там актуальные чиновники, которые сейчас собираются как-то что-то запретить, разрешить, и планируют что смотреть нашим зрителям, там, в следующем году, например, то, в общем, приходится признать, что вот эта сама формулировка, она немножко требует размягчения, да, какое кино нужно, потому что зритель разный, кино разное. Ну, это правда, детский сад говорит о том, что кому нужно, и за кого что решать. И тут еще я бы сделал такую ремарку, тоже я специально говорю немножко более полемической, да, чем мог бы, чтобы, может быть, как бы соответствовать именно баттлу. В общем, я полагаю, я, собственно, уверен, что вот это вот такая действительно очень тема сейчас, и сейчас, и раньше ее часто очень любили упоминать, именно о том, что Голливуд сформировал определенные ценности. Это, безусловно, правда. Ну, вот в чем фишка, очень важная фишка. Если бы Голливуд в первую очередь думал о том, вот я говорю, что да, конечно, классическом Голливуде, начиная с 20-х годов, 30-е годы, 40-е годы, золотой век, 50-е годы, вот то, когда действительно был сформирован, ну, вот действительно этот образ, да, образ американской жизни, образ американского гражданина, образ американского патриотизма. Так вот, если бы Голливуд действительно, и голливудские продюсеры действительно в первую очередь думали о том, как сформировать образ американского гражданина и американские ценности, они, конечно, сняли всякое дерьмо, и никто бы это не смотрел. Они думали о том, как снять крутое кино. Они даже не думали о том, как снять, сделать ли это более арт-хаусным или нет. Это вещи уже были очень рабочие, какие-то моменты сложные, Потому что эти моменты определяются тем, кто снимает, как снимает, какой продюсер с ним работает, какой школе он принадлежит, что именно он хочет сделать, чего диктует история, какой сюжет, какое сейчас настроение у продюсера. В результате работы, напряженной работы над искусством, над историей, над сюжетом, над техникой всего этого, и в результате того, что была построена технология, тут страшное слово я скажу, независимое государство, в результате этой напряженной работы многих десятилетий, при том, что с государством они, конечно, были связаны, но государство действовало как здоровое государство, оно не говорило, что снимать, оно, в общем, отчисляло какие-то деньги, которые можно отчислить, хотя на самом деле там в основном были частные деньги, в основном частные, грубо говоря, оно просто не мешало, но зато уже частное предпринимательство было довольно свободно, и действительно все вкладывали, никто там никого не шпынял, если там что-то было снято не то. В 50-е годы начались сложности, конечно, с холодной войной государство стало чуть-чуть больше принимать в этом участие, но, повторяю, успех Голливуда был сформирован на основе грандиозно работающей индустрии, которой не мешали чиновники, думающие о том, что смотреть американцу. Именно это обеспечило и интерес для американской аудитории, и интерес для мирового зрителя. Спасибо. Спасибо. И, прежде чем, если я вижу, вопросы есть, нас вот Алексей призвал определяться в понятиях. Вот у вас прозвучало, они просто снимали крутое кино. Вот понятие крутое кино ваше. Они далеко не просто снимали. Они просто. Просто бы ничего не получилось. В этом работало огромное количество людей, колоссальная индустрия, огромное количество профессионалов, каждый из которых думал, как сделать свою работу лучше. Ну, в общем, я говорю банальность, простите за это. Крутое — это какое? Я не знаю, если я это сказал, то просите прощения. Крутое — это то, которое собирает кассу, которое вызывает интерес, которое вызывает, в общем, отклик в обществе, которое хотят взять директор кинотеатра. То есть, все-таки они думали о кассе, о бодзове в обществе, о том, какие реакции в обществе, в том, что есть, это вызовет. Конечно, конечно. Соотносили свою работу с тем, как выглядит общество. Здесь важный момент вот какой. Мы говорим о периоде, когда, в общем, конечно, понимаете, это ведь имеет отношение к чему? О том, как хорошо себя чувствовали авторы, режиссеры-авторы. В разные эпохи, в том же Голливуде, если мы говорим, они чувствовали себя по-разному. Были периоды, когда были какие-то послабления. Что еще? Потом, в какой-то момент было очень тяжело, и мы знаем, что многие авторы, в том числе, приехавшие из Европы, в общем, конечно, их Голливуд ломал. То есть, их ломала некоторая коммерческая, действительно, логика. Их ломало вот это вот очень мощное продюсерское давление, манера работать с материалом у продюсеров и так далее. И действительно, многие, в общем, им было трудно в Голливуде. Это совершенно верно. Но потом стало еще, может быть, сложнее, допер, кому-то. Это все существовало. То есть, такие вещи были. Продюсерский диктат, коммерческий диктат, он в Голливуде существовал. Но вот это вот кино, о котором мы говорим, как и голливудском кино, оно, в общем-то, часто мы признаем, действительно, это не такой же авторский сегмент, как правило. То есть, Голливуд, в общем, в основном, в нем тоже есть авторы, и в том числе в те эпохи, о которых мы говорим. Но в основном, конечно, мы сейчас говорим действительно не об авторском кино. Действительно, согласен. В этом моменте, да. Спасибо. Точки зрения, знаете, здесь вот если взять индустрию, вообще киноиндустрию мира, вообще кино, вот и построить ее в виде пирамиды, вот такой вот, вот здесь вот идет условно законодатели, то, что я говорю политикой, то, что я говорил, дальше идет определенный уровень исполнения, следующий уровень, там, креативное воплощение той первой задачи, то вы сейчас рассуждаете вот в этом уровне, и оно очень правильное. Нет, рассуждение очень правильное, все так и есть, но есть понятие такой сверхзадачи над этим стоящей, то, что я не был просто в 50-х годах, в 40-х, мне это тяжело судить, я могу точно говорить, что есть 2000-х изнутри оттуда. И я сейчас даже не касаюсь того, как люди добились креатива, зрительского кино, крутые фильмы, не крутые фильмы, это отдельная здесь история, вот они вот в этом пласту этой пирамиды, внизу в самом это зрители, вот в самом низу, чтобы понимать. А вот здесь основная стоит стратегическая задача, которая ставится, дальше есть, я просто рисую, говорю сейчас понятно, чтобы быстро постараться сформулировать, могу это разложить, не хватит просто времени, это такая большая машина работающая. Ну вот здесь очень просто, ставится задача, есть тема, которую нужно сформировать в обществе, в мире и не позиционировать Америку как-то. Эта задача стоит изначально в каждом фильме, который должен выпускать Голливуд, это 8 компаний-мейджоров, у которых огромное финансирование, помимо вот этих деньги, которые мы знаем, между ними пирог делится, каждый год заявляет, кто сколько из них собрал, Warner Bros., Universal, Disney, Fox, Sony и так далее. Это уже здесь игра идет, вот здесь игра, задача ставится здесь, основная. Есть определенные бюджеты на выкупы картин, которые не должны куда-то зайти к зрителю, есть определенные бюджеты на поиски талантов, которые на определенной территории. Основные бюджеты выделены на то, чтобы владеть всем кинопоказом мира, кинопоказом мира. Это там, где наносят кино до зрителей. Поэтому мы не можем спорить даже, я не буду спорить, все, что сказано абсолютно верно, но оно вот здесь. Просто хочется, чтобы, если вы говорите кино, вы там заниматься, собираетесь кино или прочее, надо понимать, что это все начинается отсюда. Это теория загорода, которую любят сказать. Технологии, да. А здесь не надо это упускать, это не надо даже с такой интонацией произносить. Здесь надо просто принять и понять, что это так. Технологичный взгляд на процесс производства кинофильма, вообще функционирующего киноиндустрии. У меня все-таки остался вопрос. Вот так называемое фестивальное кино, оно для кого делается? Смотрите, я сейчас скажу вещи, которые еще породят немножко разговоры. Упростил вопрос до беспредела. Есть фестивали достаточно известные. к которым все производители, вся индустрия, мы все стремимся и смотрим. Я об этом коротко сказал уже. Это там Кана, Венеция, Берлин, еще ряд фестивалей. Просто на секундочку. Хорошо, вы хотите теорию заговора, ну попробуйте. Просто как версия, если уж вы, хотя я в определенных вещах, если убежден. Эти вещи, они именно для этого и созданы. Да, внутри самого фестиваля есть своя жизнь, уже свое руководство, свой мир, свои спонсоры, которые все это вытягивают. И там свои критики, которые работают. Они даже об этом не понимают, кем созданы, кем финансируются эти фестивали. И почему американское кино только открывает его и закрывает. Почему туда приезжают звезды, а для нас только одна категория звезд, это Голливуд. И если вдруг во Франции случилась звезда, то она все равно будет в Голливуде. И будет все равно ассоциироваться с голливудским фильмом. Или там другую страну, если взять. А именно для того, чтобы все туда было стремление. А дальше идет воспитание поколений. В строковые 30-50-е годы хлеб и зрелища, это правильно будет всегда. И тогда только начинало это все становиться. Кстати, Советский Союз тогда кемиатограф только зарождался. Мне кажется, Евгений не все понравилось. Даже сейчас звучало. Судя по вашему мнению, я для этого оппонируйте. Поэтому так и воспиталась история для того, что где-то наверху рождается сверхзадача. Кем она рождается? В принципе, кино производство начинается с того, ну так вот, тривиально, да? Человек написал сценарий и принес. Сценарий может нравиться. То есть вы имеете в виду, что это точно так и в том, что какие-то сценарии заведомо отражки. Очень правильно. То есть какие-то сценарии, в которых, скажем, какие-то ценности другие, да их просто не принимают. Смотрите, есть понятие мироустройства. Может быть, просто вам не получается это объять, вы смотрите опять на процесс создания кино. Кино вообще начинается с идеи. Потом дальше идет овощение. Вопрос, мы с этими идеями можем носить сколько угодно. Снимайте здесь кино. То есть вы действительно думаете, что продюсеры, крупнейших компаний, они всерьез думали о формировании образа американского гражданина, правильно? Не только американского гражданина. Есть определенные... То есть про американского гражданина? Есть определенные... То есть ты именно вот этого задача? Нет, мы говорим про мироустройство вообще, откуда кино идет и как оно управляется. Про мироустройство? Конечно. И когда ставится определенный... Ультрой, усилен ваш спорт, пожалуйста. В мире всегда будут одни желать доминировать над другими. Кино является одним из способов, как быстро можно взять целые регионы, превращать или формировать... Я, конечно, дико извиняюсь, но давайте... Поэтому идет через поколение, поэтому идет через задачи определенные. А мы с вами поговорим, знаете почему? Потому что у меня есть четкий ответ именно на ваш вопрос. Вы знаете, вообще все похоже на наш сегодняшний кинематограф. Где-то там существуют какие-то фильмы, которые уже где-то там, да, и непонятно... И где-то мы здесь зрители, да, можем друг с другом поговорить. Нет, тут, знаете, это скорее... Вот мы с вами сейчас поговорим, вот мы с вами такой мейнстрим. Вот там люди разговаривают о более высоких материях. У меня есть ответ на ваш вопрос. Правда, он не мой персональный. Он от Сергея Соловьева. Устроит? Устроит? Устроит вас ответ Сергей Соловьев? Когда я его спросила... Это самый простой вопрос, который вам, наверное, на журфаке говорят, что ни в коем случае вы его не задавайте. Его можно задавать, когда вы понимаете, что это оправдано. Я его спросила, Сергей Саныч, для чего вы сняли фильм «Кеды»? Ничего не лучше не говорить сейчас. На что он мне сказал, «Деточка, знаешь, я просто хотел». Когда вы спросили, для кого и для чего снимается фестивальное кино, у меня просто моментально всплыла в голове эта фраза. Почему мы считаем себя вправе откидывать вот эту нормальную мечту человека от творческой самореализации? Я журналист. Я самореализуюсь в этом. Я самореализуюсь в том, что я пишу о кино. А режиссеры, фестивальные особенно режиссеры, самореализуются в том, что они стоят. То есть он снимает для себя, все в порядке. Отлично, он даже нашел, кто это оплатит. Все замечательно. Вообще отлично. Зрителю-то что от этого? Это зависит от общего развития зрителя. Какому-то зрителю нужно забыться после трудного дня. Этот зритель, допустим, не приходит к клинику, он не следит особо за индустрией, он просто придет в кино и посмотрит какой-нибудь блокбастер, допустим. Форсаж там 10. 8 подсказывает 8. 10 уже специально скажем 10. Он подсказывает форсаж 10, и будет все нормально. Есть зритель, который, может быть, он не встроен в индустрию, но он отслеживает кино, он читает какие-то рецензии даже. Этот зритель немножко более въедливый. Он пойдет на Звягинцева, допустим. Есть зритель совсем сложный, хитрый. Он читает всякие уже умные журналы. И он, допустим, так посмотрит. Ага, есть Форсаж, есть Звягинцев. Ох, блин, неужели Лавдеевс тут идет? Пойдет на Лавдеевс и будет сесть в 6 часов. К примеру, то есть все эти зрители, они очень важны, они нужны. Я на позицию режиссера пытаюсь понять, который говорит, зачем мне вообще зритель, я для себя снимаю. Так, понимаете, в чем дело. А как же искусство, которое состоится только тогда, когда вы летает своего зрителя? Ну, все-таки же зрители. Он же зрителю. Хорошие режиссеры именно так и считают, потому они, собственно, и хорошие. Если бы они думали про нас, они были бы плохими режиссерами. К счастью, они действительно думают просто о себе. Вы же студенты свои не дожащие для того, чтобы они работали в массы. Вот вернемся, просто недавно об этом говорил. Это тоже творение. Он режиссер. Вернемся, ладно, вы говорите сами. Вернемся к Тарковскому. Вернемся, например, к Тарковскому. Да, вот просто недавно об этом как раз приходилось думать, говорить. Понимаете, меня тоже там спросил Максимов, ведущий на культуре, а вот Тарковский думал о зрителе или нет? Я сказал, конечно, думал. Он сказал, ну как же, он же ведь не шел на компромиссы, вы же говорили, что он бескомпромиссный. Я сказал, да, он был бескомпромиссный. Он говорит, ну получается, противоречие? То есть такая вот понятие, обязательно нужно загнать себе в прокурство ложа, да, и показать, что нет, надо что-то отрубить, либо голубы, либо ноги, извините, ничего иначе не получится. Нет, друзья, для Тарковского был зритель, конечно, важным. Он, конечно, думал о том, что будет показано, и, конечно, он думал и о фестивальном успехе тоже. Поэтому, например, он был очень расстроен, когда, например, его картина поделила приз с Брессоном, хотя он Брессона очень уважал, но он был действительно высоким, во-первых, о себе мнением, считал, что он круче, и, в общем, у них возникла не очень красивая сцена при вручении. Значит ли это, что Тарковский, хотя он хотел, чтобы его картину увидели, и ценил зрителя, и думал о зрителе, значит ли это, что он собирался что-то менять в своей работе? Конечно, нет. Противоречит ли эти два вопроса? Да ни разу. Он очень хотел бы, чтобы его работу увидели, но это не значит, что ради этого он бы ломал ту гармонию, которая у него постепенно и мучительно складывается. Понимаете? Вот либо мы делаем что-то, потому что мы хотим понравиться, или хотим кого-то увлечь, сформировать какую-то тему, вбросить в общество какой-то сюжет, стать каким-то, может быть, пастырем, в самом, может быть, хорошем смысле слова, либо, может быть, хотим денег срубить на этом. Могут быть разные задачи. Либо мы хотим создать глубокую внутреннюю историю, потому что она нам важна. Потому что она важна лично нам, лично тебе, потому что ты на этом повернут. И ты привлекаешь профессионалов, и ты ищешь деньги под это. И ты, конечно, это долго делаешь, и думаешь именно об этом. И ты потом, конечно, пытаешься перестроить это, и пытаешься использовать деньги, в том числе государственные, и пытаешься, чтобы как-то тебя показали. Вот это все твой фильм. Значит ли это, что для тебя не важен коммерческий фильм? Конечно, важный коммерческий фильм уже важен. Но если ты работал на тех стадиях, когда ты работал над своей работой, думал именно о ней, думал о внутренней гармонии той картины, то вот это даст шанс, что фильм будет интересен. Если же мы думаем, все время смотрим в окно, выглядываем на улицу, ага, что там, посмотрим газетки, что там здесь вот это. Иногда бывает это важно. Так работал Достоевский. Он, конечно, отслеживал газетные тексты, газетные сюжеты, криминальную хронику. Кроме того, он работал, еще и деньги заработал, потому что он работал, писал романы с продолжением, что называется, да? Но мы знаем про Достоевского много, мы знаем, что, в общем, конечно, у человека в голове был огромный-огромный мир. И, конечно, он думал в первую очередь об этом мире. Вот это важно, понимаете? У нас сейчас действительно огромное количество в кино, поскольку кино – денежная индустрия, мне появилось огромное количество людей, которые, в общем, не знают ни черта. Кино они не знают. Читать они ни черта не читают. Это просто серости, да? Но что они хорошо знают? Они знают какие-то повестки, которые обсуждаются, они знают всю эту пену. И они эту пену пытаются нам подать, полагая, что нам это будет интересно. Это печальное зверище. И даже чиновники, которые работают в кино, я уверен, Дмитрий Самосласица, они отлично знают, что чаще всего в таких случаях получается дрянь. И даже чиновникам не хочется с этим работать, вот с таким материалом. Ну, я не знаю, может быть, Дмитрий будет спорить? Окей, это его право. Ну, я подумал, мне кажется, что он так думает. Вот. Вот что я думаю, друзья. Вот что я думаю. К сожалению, у нас часто очень часто ставят немножко в положение людей, которые должны заниматься таким внутренним, таким социальным инжинирингом. Мы должны придумать, ага, вот нужно вот это, а вот то не нужно. Знаете что? Вот вам интересно это, делайте это и старайтесь уйти вглубь этого. Тогда это будет интересно и другим, может быть. Спасибо. Спасибо. Говоря о зрителях, мы что-то про зрителей-то и забыли, да? Я так понимаю, что в зале все-таки возникают вопросы. Я услышал, что журфак, да? То есть журналисты. И журналисты тоже. Так, ну, у вас вопрос или у вас микрофон, да? Разная аудитория, просто я вижу здесь микрофон. А вопрос вот есть в зале, если можно, передадите коллегам, да. Только представляйтесь, потому что не все друг друга знают в этом зале. Меня зовут Богдан, я обучаюсь на журналиста в данном университете в КФУ. И вот, возвращаясь к теме передачи, хотел спросить. Вот, например, мы берем «Звездные войны», да? Оказалось, это один из любимых фильмов Вероники, ну, по ходу фестивалю. Вот, и вот, например, когда там читаешь какую-нибудь статью, где разбирают «Звездные войны», там, оказывается, и отсылки к Тернесу Мальку, к Пустошему, а во главе еще там и к Семису Мураям, а во главе еще стоит и мономиф, и такой задумаешься, значит, это кино сделано все-таки не так просто, как может показаться. Еще и Библия. Еще и Библия, да. Можно ли так сказать, например, про такого же уровня, ну, тоже развлекательное кино, там, для подростков, например, про трансформеров так же можно сказать? По сути, это же как бы, ну, одного уровня картины, в том плане то, что для одной аудитории. Но, как бы, разница-то чувствуется? Вопрос, разные ли это фильмы? Разные. Да. Что это очень верно. Действительно, вообще, вообще, Маскульт, он предоставляет колоссальное-колоссальное поле для философского анализа. И это известно, пишутся серьезные книги философские, действительно, о блокбастерах. Ну, это правда, это вообще общее место уже давно. Это верно. То есть, действительно, это мифологический класс. Я тоже могу ответить, но мой ответ будет, опять же, максимально простым. Если вы хотите узнать, не вкладывал ли Майкл Бэй в трансформеры какую-либо составляющую, не знаю, христианскую, буддистскую или любую другую, вам нужно просто позвонить Майклу Бэй и попросить его об интервью. Это первое. А второе, это я абсолютно на сто процентов поддерживаю Евгения в том, что он сейчас сказал. Вы же все учитесь на журфаке, где вас должны учить понять интерпретации. Майкл Бэй, как и Джордж Лукас, создал некий авторский продукт. Неважно, в каком он был стиле, массовом или не массовом. А ваша уже задача, как зрителей, сидеть, спокойно разбирать это, интерпретировать, разбираться, что лично вы в этом увидели. И вы, по сути, таким образом рождаете еще одно произведение внутри себя, которое вы, как журналисты, например, но я все-таки обращаюсь к журналистам, вы его можете написать и создать свое собственное произведение на основе этого. Интерпретация – это то, к чему любое произведение искусства, и в том числе кинематографическое, оно вас невольно провоцирует, призывает, без всяких там вот этих вот пирамид. Спасибо. Все-таки, что вы больше успели. Давайте вернем девушке микрофон. Да. Можно сидим, можно сидим. Синайли – это Библия, это такое выражение уже есть, в котором все написано, сказано, разобрано. Ну, как синайли, конечно, развалится, потому что огромное количество не связанных между своими произведениями, созданных в разных евреях по разным поводам, даже с разными ценностями, если говорить о Ветхом и о Новом Завете. Да даже и внутри Ветхого, и внутри Нового тоже будут немножко они разные, потому что в разное время создавалось. Слушайте, а я бы сейчас… Это альманах. Это огромный-огромный исторический альманах. Я вот сейчас новую как раз услышала. Иудей, я тебя люблю. Что не Библия, а что самая старая сказка в мире – это сказка о сотворении самого мира. Да. Вот, и как раз… Да, извините. Я бы хотела вернуться к зрителям, которые не разбираются в кино и приходят после тяжелого рабочего дня действительно посмотреть фильм и насладиться картиной. И вот небольшая предыстория. Я всегда спрашиваю своих родителей, почему они смотрят советские фильмы. Например, уже в тысячный раз, наверное, пересматривают «Доживем до понедельника». Почему? Они что-то новое для себя берут? Нет, они уже все знают. Они знают философские идеи, которые заложены в этом фильме. Просто им нравятся актеры, им нравятся сами герои, которые показываются как хорошие, порядочные люди, которым хочется сопереживать, с которыми хочется вместе проживать эту жизнь в кино. И что они видят сейчас в современных комедиях? Это сплошной разврат, грязь. И как бы это, может быть, пафосно не звучало, отсутствие смысла и отсутствие хороших героев. То есть даже бы, если там не было глубинного философского смысла, но были хорошие герои, которым хотелось бы подражать, может быть, это бы чего-то стоило. Почему так происходит? Я думаю, что или вам надо говорить, кто будет из нас отвечать. К цензуре негативно отвечать. Либо зритель, который говорит, он говорит, кому вопрос. То есть просьба. Вы сейчас у кого спросили? Да, будет формально правильнее. Смотрите, если... Сначала я бы хотела задать этот вопрос. Нет, это очень интересно. Наверное, блиц, да? Наверное, каждому. Либо вы говорите, кому хотите ответ услышать. Вот так, чтобы быть правильным. Потому что мы же не знаем, кого мы сейчас поделим. Слышите ответ от человека, который говорит, что у государства есть какие-то высшие цели. И вот какая цель у создания таких комедий? Ну, человеки-то все, я думаю. Нет, потом уже Алексей Викторович будет отвечать за государство. Нет, если хочет. Похоже, все-таки к вам. Ко мне вопрос. Так это то, о чем я говорю как раз-то в данном случае у нас, у нашего государства то, что здесь... Вот сегодня происходит то, что вы говорите. Как раз эта политика не выработана так, как это должно быть выработано. Сейчас как раз есть то самое свобода творчества, когда все выражаются, высказываются, и здесь это пускается. Туда это в мир не пойдет, те фильмы, которые вы говорите. Они там общинные... Они идут в мир. Они здесь будут именно, да, хотя бы чуть-чуть проходят, и все. И это именно то, что не получается. И именно то, что ты не выберешься из этого. То есть то, что вы сказали, я с вами вообще согласен. Мне нечего сказать. Что я скажу? К сожалению, нет этой политики. Ее пытаются сделать. Пытаются сейчас сформулировать, сформировать вот это начало индустрии такой зарождающейся. Но уже очень трудно. Уже такая стена перед нами выстроена. И с этим нужно... Я просто начал видеть совсем высоко. Я вижу... Мы даже спорим. И опять вот в этой истории другой, я имею в виду, с мнением, да, здесь. А то, что вы говорите, так и есть. Просто какое направление развития, где государственные фонды выделяют деньги на именно моральные и нравственные картины? Выделяют деньги на картины, извините, с которых тупо поржать можно? И то не всегда. Я тоже самое считаю. Но кроме того, все-таки обратите внимание. Вы говорите «Дождённый понедельник», а потом сравниваете с какими-то картинами. Ну, условно, там Сандрика Адалиосяна, да, допустим? Ну, извините. Эти картины, даже если Сандрика поставить в тот контекст, они просто разные вещи. «Дождённый понедельник», помимо того, что это не комедия, это вообще серьезная хорошая работа, которая, в принципе, фестивального уровня. То есть, тут надо тоже это иметь в виду. И, кстати, конечно, человек, который там совсем какой-то усталший пришел, ну, совсем не факт, что сегодняшнему такому человеку этот фильм понравится. Может, ему кажется, ему долгим, нудным и драматичным. Можно привести примеры приключения Шурика. Другое дело, что эта картина, конечно, очень высокого уровня. Можно привести примеры приключения Шурика, да, любую советскую комедию. Очень много снималось такой билиберды, которую вы сразу переключаете, понимаете? Вы сейчас говорите о чем? Вы сейчас упоминаете фильмы, которые действительно, во-первых, высокого уровня, которые попали в телевизионный оборот, которые имели офигенный прокат. Вы сейчас говорите об одном-двух-трех процентах советского кинопроизводства, об этих сливках. Понимаете? Ну, снималось больше, я вам скажу. И, кстати говоря, очень много не попадалось в раках. Это я говорю про советскую индустрию. Просто, если что-то у кого-то соображение, что снимались просто больше цедевры... Была как раз госполитика большая, и было госкино. Мы его практически не знаем. Мы знаем несколько имен. Мы очень плохо знаем советское кино. Просто очень плохо. А почему мы плохо его знаем? Потому что у фильмов короткий век. Потому что они показываются, это в лучшем случае еще, они показываются по кино, по кинотеатрам, и все. Совсем не все фильмы берут потом телевидение, чтобы показывать его. Они берут очень ограниченный процент. Один процент, условно, из ста советского кино мы видим по телевизору. Все остальное, а вы их нигде не увидите. Вы увидите их, если вы будете специально отслеживать торрент сети и искать... И то, спасибо тем людям, которые все это пиратят. Или в Госфильмофонд ездить. Получать разрешение. Ездить на фестиваль «Белые столбы» и смотреть по несколько картин архивного кино. Вот это будет кино. На самом деле, это не просто какие-то неизвестные имена. Мы классические имена. Классические по уровню вклада в кино мы не знаем. Я повторю еще раз, запомните это раз навсегда. Вы и мы, и кинокритики тоже, очень плохо. Практически не знают советское кино. В том числе в лучших его образцах. Медведкина. Кто-то помнит хорошо Медведкина? А я сейчас называю... Нет, знают, хорошо. Но это звезда. Это же звезда. Можно назвать кучу других имен. Мы их не знаем. Просто не знаем. Фамилии ничего не скажут. У меня есть что добавить. Василиса, давайте мы прямо сейчас под прицелами камер, если есть бумажка и ручка. Заключим с вами соглашение. Созвониться через 20 лет. Я спрошу вас, какое кино вы смотрите. Вы пересматриваете, когда приходите домой после тяжелого трудового дня. Вне зависимости от того, кем вы будете работать. То есть будете ли вы смотреть через 20 лет, доживем до понедельника? Или вы все-таки найдете, все-таки найдете себе какой-нибудь фильм из 2017 года? Ну, вдруг. Почему бы и нет, на самом деле. Я с радостью. Я не против мейнстрима. Могли бы сейчас выиграть, кстати, по договору. Через 20 лет, правда? Я сейчас вообще даже не говорю слово мейнстрим. Я говорю о том, что вы приводите в пример своих родителей, которые нашли себе любимую картину. Давайте первому ряду дадим. Атушка, что-то все отобрали. Передавайте, коллеги, сюда микрофон. А есть. Что ж так тихо вы сидите? У нас вопрос первого ряда к Алексею Петрохину. Вы считаете, что кино должно вдохновлять. Не хотите ли вы снимать детское кино как продюсер? Потому что если да, то когда, если нет, то почему? Конечно, я хочу снимать детское кино. Детское кино – то, которое… Надо опять же понять, что детское кино сейчас. Дети уже смотрят после «Гарри Поттеров» и подобных картин. Восприятие любого другого кино, то есть с точки зрения даже производства, не создания этого фэнтезийного мира, а простая история сегодняшняя, очень трудно добиться ему какой-либо реализации. То есть это кино, конечно, должно быть… Здесь вопрос экономики получается. То есть если бы сейчас был некий бюджет, я не говорю государственный, или даже просто свои были бы деньги свободные, конечно, очень хочется сделать кино, которое ты не направляешь на коммерческое, а нести какую-то… Вот то, что я говорил, высшую историю с детской. Мы запустили детский проект. Мы тоже начали сейчас делать детский проект. Создаем в нем мир. Все равно должны быть… Для себя берем некие референсы, понимаем, что пойдет молодежь смотреть. Как донести какие-то вещи, детей развлечь, но при этом оставить… Вот все, что я говорил, выше – это функция. Если вы возьметесь за детский проект, то это будет что-то типа… Все равно нужно считаться с тем, чтобы оно дошло до зрителя хотя бы. Нет задачи делать кино для себя. Нет задачи посидеть мне, автору, и реализоваться в детском кино, и мне все равно, что будут думать дети, и что они смотрят сейчас, не поняв, на чем выросли дети, растут сейчас дети, что они смотрят. Я все равно должен идти исследовать… Есть такое понятие тренда, есть законодатели этой моды условно. Нужно понимать, что я буду делать год-два этот фильм, или три. Значит, я должен смотреть не то, что сейчас смотрят, а предположить, попытаться понять, что будет через три года модным. Или свое, наоборот, создать свой тренд, вообще отличиться от всего, и стать там вачовскими, когда матрицу создавали, перевернув определенное представление о вообще кинематографе. Да, рискнули – пошли. Конечно, это были деньги Warner Brothers, которые там рискнули и вложились в них. Вот. Поэтому мы тоже сейчас в таком же поиске есть. Нам тоже хочется это сделать. Вы бы сказали очень правильную вещь, но это трудно реализовать в нашей индустрии, зарождающейся. Вот очень трудно. Ведь все равно ты отталкиваешься, мы все говорим, деньги, государство. Да мало очень всего этого. Денег мало. И возможность самим отбиться здесь тоже… Емкость рынка очень понятная. Она убита. Очень мало кинотеатров, через которые ты можешь монетизироваться. У нас несколько каналов, которые могут только купить твою картину, даже если она очень подходит в канал. Но это их четыре всего. А в Америке, условно, 140 каналов, которые торгуются за твою историю. В Америке 41,5 тысяч кинотеатров, в Китае сейчас 44 тысяч кинотеатров уже. То есть это большая емкость рынка. Когда ты можешь чуть ошибиться, сделать картина, она будет окупаться, зарабатывать. Есть инвесторы, которые будут инвестировать с удовольствием, понимать все это. Поэтому вопрос, нужно ли детское кино? Конечно, нужно. Зачем мы растем, опять же, на чужих детских фильмах? Я понимаю, что оно нужно. Вы не понимаете сил или нет? Как продюсер. По мере сил, если правильно ответить. Я же не сижу там, знаете, подо мной там деньги. Вы спрашиваете, почему ты тратишь туда, а не туда? Вопросов тоже так же не хватает. Я точно так же бьюсь, ищу единомышленников, ищу инвесторов, беру кредиты, прошу деньги у государства. Все то же самое прохожу путь. Для того, чтобы... Я так понял, что даже не вопрос, это пожелание, да? То есть вы так его настойчиво задавали? В том числе. Да, то есть это... В том числе пожелание, потому что... Потому что вот про то, что нужно зрителю вдохновлять, так его надо вдохновлять вот на этом уровне. В общем, это пожелание. Возьмитесь за детское кино. Так, у вас микрофон, да? Сейчас вот мы здесь, и потом перейдем к вам. У меня такой не вопрос скорее. Я хотел немножко популяризировать. Максим Зарецкий. Я сам пишу и про игры, и про кино, и вообще сам работаю игровым дизайнером, поэтому у меня кино немного работа. Я изучаю его и деконструирую, чтобы потом использовать в интерактиве, и сейчас я занимаюсь VR-проектами. Смотрите, вот вы сейчас очень много говорите про авторское кино, и не только вы сами, вообще вот и ведущий, и зал, и говорите про кино массовое, да? И это есть какое-то противопоставление друг к другу, естественное. И при всем при этом на Западе, который очень продюсерский, это не секрет, да? Он money driven, он очень сильно завязан на деньги. Но при всем при этом там рождаются такие фильмы, как, например, список Шиндлера, которые вот не очень сложно классифицировать, потому что они где-то на перекрестке находятся между арт-хаусом и блокбастером. И Спилберг тут не уникален, потому что есть Коппола, у которого крестный отец супер-хит, хотя это вообще по большому счету фестивальный фильм по многим признакам, есть Леоны, который всегда был успешен в кассе. Вот. И у меня такой вопрос скорее, наверное, к людям, которые в индустрии сидят, почему в России сейчас нет такого стыка? Почему мы сейчас делимся на что-то между Левиафаном с одной стороны и фильмом «Притяжение» с другой стороны? Почему у нас нет середины в кино? У российского кино имеется, да? Да есть же Лебедев есть. Да, Лебедев, хотя, конечно, это условно авторское кино, но… Евгений, а вы в 12 лет? Я согласен полностью. Уж, конечно, этого представления нет, я думаю, никто не будет с этим спорить. Оно не жесткое, это такое плавающее, мигрирующее противопоставление. То есть где-то совершенно очевидно, что режиссер там практически не ночевал, это просто такая фигура, которая там поставила подпись «Ведомости», где-то очевидно, что тут продюсера не было вообще, режиссер все сделал сам. Это очень мигрирующее, конечно. То есть оно иногда, иногда на некоторых примерах мы чувствуем, что противопоставление есть. В целом оно, конечно, условно очень. Люди из индустрии ничего не говорят? Просто люди из индустрии, я думаю, что да, все-таки, наверное, вопрос. Да, какой индустрии, о чем мы говорим-то? У нас нет индустрии, это только зарождается и пытаются организоваться, даже еще направление не сформулировано, не определено. То есть такое понимание, как раз нет того самого верха в пирамиде, о которой мы говорим. Я опять тебе все о большом, я понимаю, что это сбило всех, и, наверное, трудно, но это очень простая вещь как раз. Пока есть вот единственное то, что сами чего-то, кто-то пытаются ущипнуть, сделают там какие-то несколько, один, два, три, пять проектов, десять. Они все, дай Бог, дотянуть его до конца, бы там сделать хоть как-нибудь, будешь хоть что-то бы сделать. Вот так это выглядит сейчас. А нет у этого индустрии, как это было в Советском Союзе, когда рождались эти шедевры, правильно, есть ошибки. В Китае вообще есть железобетонная позиция, что сейчас надо делать, какое нужно кино. Когда они поняли, что все зависит от емкости рынка, и кино появится, и все будет, когда будет его реализация, они затянули пояса, перестали раздавать деньги продюсерам, и все стали. Восемь лет строят кинотеатры. Ровно восемь лет назад в Китае было нечего делать, там никому был неинтересен. Фильмы собирали меньше, чем в российском прокате. Вообще было неинтересно идти. Сейчас это 600 миллионов долларов в материковом Китае сбора одного фильма. Это рекорд. 300-400 миллионов – это уже нормальный сбор долларов. Я говорю, понимаете, поэтому бороться за китайский рынок появилось. И теперь там инвесторы сидят, желающие вложить в кино, а уже не хватает идей. И сейчас начинается бум. И они эту пятилетку перестроили. Вот у них началась новая пятилетка. Они уходят из количества в качество. Сейчас все в Китае дороже будет в три раза, качественнее. Ну во всем, во всех направлениях. Мы говорим про кино, и кино тоже самое. И мы им стали интересны со своим определенным креативом. И я там получил возможность. Я два года живу в Китае. Эту возможность реализоваться сейчас. Я вижу, как это есть. И я борюсь за китайский прокат. Я очень хочу там собрать 500 миллионов долларов, и из них большую часть привезу сюда в Россию, и буду здесь снимать детское кино. С удовольствием. Понимаете? Но дай Бог до этого дойти. Есть много сил, которые не дадут этого сделать, или будут пытаться мешать это сделать. Существуют, конечно, приемы, существует понимание, как это обойти, как сделать, как стать своим среди чужих чужин. Все это тоже есть, чтобы не об этом говорить. Поэтому у нас просто этого нет. Индустрия, вот везде, где кино объединяло, держало, и ему придавали действительно государственные значения, это все развалено. Мы сейчас, если про Россию говорим, то здесь даже не надо говорить. Все остальное то же самое. Любые страны возьмите. Европейское кино как таковое убитое и скатилось до уровня иммиграции, иммигрантов и прочих вещей. Опять же, проблема про свою страну отснимать. Все уходит, все уходит. Все должно быть. Ни одно кино в мире не может быть успешным, если оно не принадлежит голливудскому пулу, восьми мейджорам, которые имеют определенную задачу и прочее. Успешное кино? Слушайте, но мы опять говорим о десятилетиях даже. Это 50 лет назад. Хороший пример с Китаем. Кого вообще знают в Китае, не в Китае, а за пределами Китая лучше всего? Из режиссеров. Именно тех, кто находится вне государственной поддержки или проблемы государственной поддержки в Китае. Это держанки, если мы говорим об игровом кино, такой признан, общий признан номер один, в мировом контексте китайского кино. И, если говорить о неигром кино, это условно Ван Вин. У обоих отношения с государством сложные. Если говорить о художниках, то же самое. Весьма сложные, но при этом в мировом контексте это к тому, что нет заказа снимать, скажем, Россию плохо. Вот они снимают в Китае, тоже не очень, да лицеприятно может быть. Вот те же самые проблемы. А насчет авторского кино и коммерческого кино. В принципе, Коля Хамерики, «Ледокол», очень достойное кино, очень достойная работа, очень хорошая. Может быть, она имела некоторые проблемы с прокатом, там, может быть, наш зритель не очень привык смотреть, но это кино художественно хорошего уровня. И это кино сделано с мыслью, вот такой вот хитрый-хитрый он нашел, сложный, прошел по этой ниточке, значит, чтобы все-таки как-то думать о зрителе. Немножко там где-то, конечно, его чувствуется, что на него давили, но все-таки он был верен в себе и был верен в кино. По-гребски тоже старается. Есть что-то добавить? Да, у меня еще есть вопрос. Я сразу его задам, потому что на самом деле горит. Вы говорите про голливудских менеджеров, особенно вы. И смотрите, я наблюдаю такую картину, ну вот как человек просто в IT сидящий, да, по профессии, что сейчас люди вообще очень сильно массово убегают на вот сервисы. Netflix, Amazon, и год от года бюджеты возрастают, и в общем-то кино-мейджеры современному поколению уже не кажутся как некий диктат. Вот вы как вообще в будущем видите для себя какие-то возможности может творчески монетизироваться через вот вместо кинопроката классического? Как это вообще отразится на кино по-вашему? Интересный вопрос. Вы меня хотите спросить? Ну, наверное. Ну, мы говорим все то же самое. Это уже способ донесения до зрителя. Вы говорите о Netflix, говорите о Amazon, вы поговорите о конечных бензарах и истории, кто это, что это. Это точно такая же донесение, как владение кинотеатрами, сетями, показчиками. Все больше видят, что уже поколение, все уходят в интернет и в сети. Соответственно, нужно, естественно, захватывать и эти вещи, и сети, и показы. Поэтому, как я могу видеть свою реализацию? Конечно, я с удовольствием мечал бы снять кино, условно, уже изначально по заказу Netflix. То есть, ну, это надо делать, идти, смотреть. Но я просто хочу сказать, что там есть свои задачи определенные. Это не то, чтобы практически невозможно. Ты должен быть либо в том тренде, либо у тебя действительно должна быть такая мега-идея, родиться и прочее. Но давайте посмотрим, как это будет развиваться. Это же просто вы сказали о площадке донесения до зрителя. То же самое опять. Там какие фильмы? Там те же сериалы и те же фильмы, которые есть, популярные. То есть, это становится популярнее, чем кинотеатры. История. То есть, если у тебя в сети сериалы. Мне интересно, что вот это явление разных площадок, разных вот этих дистрибьюторских компаний, форм, оно ведь и, в общем-то, помогает и зрителю в этом процессе сегментации зрителя. И в этом смысле говорить, наверное, сложно. Действительно, о какой-то такой доминирующей роли мейджеров. Вы так не думаете? Да здесь думать не надо. В России очень просто. Вот как только началась индустрия чуть-чуть зарождаться, сразу пришли и пять компаний четко сидят. А две из них сдвоенные. То есть, сидят. И вот этот рынок – это и есть первая пятерка сегодняшних мейджеров. Следующее за этим – наше кино. Я просто хочу сказать, что то, о чем они занимаются, это часть. Да, есть другие совершенно области, в которых работают другие люди и смотрят и у них свой мейджер. Слушайте, но сделали кино «Кеды». Крутое кино. Он сделал, оторвался. Давайте посмотрим статистику. Его посмотрело, вы не поверите. Огромное количество зрителей. У него, сколько? 68 тысяч зрителей у этого фильма. Понимаете? Это душевное, сильное кино. 68 тысяч посмотрело зрителей. Это «Трансформеры» посмотрело. Сколько у нас? 28 миллионов человек. Дело в том, что… Ну, это разные фильмы, о чем мы говорим. Дело в том, что некоторые… Теперь скажите мне влияние на мы… Дело в том, что… Теперь скажите мне влияние на мы. 68 тысяч зрителей может быть важнее, чем миллионы других зрителей. Понимаете? Это бывает так. В чем важнее? Важнее то, что миллионы… Давайте у вас был микрофон, да? Для вопроса? Пожалуйста. Меня зовут Марат. Меня зовут Марат. Я, в принципе, юный режиссер. И я не согласен с вашей позицией по поводу законодательности. То есть мне кажется, у нас в России уже все сложилось, потому что даже судя по сегодняшнему питчингу, судя по работам по фестивалям, государство, в принципе, вкладывает деньги правильно. То есть в те картины, которые либо восхваляют, либо такие социальные конкретные драмы, где там ребенка взяли, похитили, там что-то еще. То есть и в этом плане фестивальное кино дает свободу. И, в принципе, мое мнение то, что вот голливудские все классные режиссеры, которые сейчас снимают крутое кино, они все начинали с артхауса, с авторских фильмов. И благодаря этому они сейчас стоят на пьедестале. И мне кажется то, что в нашем случае, вот когда поощряются вот такие фильмы, ну вот там истории всякие, там про войну, может еще что-то, ну вот такие, любимые зрителю российскому, то есть и создается вопрос, а вообще-то для чего это все снимается? То есть деньги дают тем людям, тем режиссерам, которые не выиграют в прокате. То есть мы можем посмотреть вот эти новые российские фильмы, они все, в принципе, в прокате проигрывают, кроме там, ну вот этих горько, там еще что-то. То есть российскому зрителю, видимо, нравится смотреть вот этот трэш. И тогда создается такой вопрос, российское кино тогда получается, оно для чего создается вообще? Вот эта законодательная верхушка, она вот по вашему мнению, вот какую тенденцию она должна преследовать? То есть вы сейчас говорите то, что это все еще только зарождается, а я вам хочу сказать то, что тут уже все зародилось, есть прям конкретный план, по которому надо двигаться. Спасибо. Хорошо, да, здесь очень просто. Вы, конечно, можете считать, у вас есть свое мнение, очень хорошо. Я же не собираюсь вас переубеждать, что у нас индустрия только зарождается, а у вас она уже, оказывается, работает и все есть в ней. Давайте так, очень прям простая вещь. Первое. Государство является заказчиком, это вы так сформулировали фильмы, которые что-то восхваляют. Государство является заказчиком фильмов, которые вдохновляют, объединяют, образовывают и развлекают, да, но в правильной манере, скажем, ну для задачи. Но прежде всего, кино для государства является архивом, архивом истории, культуры и традиции. И когда государство, министерство культуры, вы тоже разделите, хотя фонд кино это тоже государственная организация, федеральная, да, но есть министерство культуры и есть фонд кино. Это абсолютно разные субсидии и задачи. У министерства культуры задача четкая. Правильно, фильмы про войну, про исторические персонажи, биопики различных выдающихся деятелей, это архив, а если еще и получится интересно сделать, чтобы все это посмотрели, это и есть задача, это стимулировать, чтобы не просто сняли судьбу человека, который прошел там, отродился и умер, да, а чтобы это вдохновило зрителей, зафиксировали, чтобы поколения на этом воспитывались, росли, понимали и знали. Министерство культуры заказывает это. Вторая задача у них – это эксперименты, дебюты, это поиск талантов, которые правильно приходят, петчангуют, защищают свой проект, объясняют почему и как. У фонда кино стоит миссия развития индустрии как раз, и попытка развить коммерческое кино, кассовое, конкурентное, массовое зрительство, как угодно называйте. Отсюда есть финансирование. Никто не давал денег чисто на горько столько-то денег. Деньги были даны компании-мейджору, у которой есть пакет проектов. Это определенная сумма, которая выдается в год. Внутри идет распределение, сколько потратили на ту или иную картину, сделали горько, да, всем показалось это народное кино. Но зритель проголосовал рублем. То есть мы не будем спорить, что касса потрясающая для абсолютно дешевого кино, да, то есть по бюджету, который заявлен, явно там дешевле стоит. Не важно. Поэтому здесь вот так тоже надо разделить. Вы говорите, что вот заказывают восходящие. Да нет. Министерство культуры, я вам сказал, задача какая есть, она четкая и понятная. Задача у фонда кино – это как раз пытаться это сделать. Почему сейчас идет вот эти батлы, как говорится, за даты, за какое-то квотирование отодвинуть? Да если бы кино притяжением просто бы дать еще неделю проката и дать сеансов чуть больше, у этого фильма были бы сборы полтора миллиарда рублей. Соответственно, Бондарчук бы снял бы следующее кино еще сильнее, еще мощнее, еще лучше было бы. Я сейчас не про Федора Сергеевича. Не важно, что кто-то нравится, не нравится. Тот же самый, не дай Бог. Хорошо, все. Это я, чтобы чуть не, да, уже по именам не идти. Понимаете? Но как только появляется возможность, вот сейчас идет время первых кино или «Форсаж». Вы знаете всю эту историю, да? А почему нам диктуют, да, что мы должны смотреть время первых, а не «Форсаж»? Да не об этом идет речь. Есть уже, конечно, зритель сегодняшний, вот он уже так. Но есть другое, но время первых тоже кино. Да, несвоевременно, в тренде уже там давно космосно смотрелись от Голливуда, уже лучше их не сделаешь, но это тоже определенная фиксация истории. Это Элеонова, это подвиг, это определенные вещи. И сделано добротно, неплохо. Понимаете? Дай Бог ему сейчас собрать деньги, ведь эти люди сделают следующее кино сильнее уже. И мы придем к тому, что будем гордиться своим кино, и, может быть, все это переломится. Это и есть зарождающаяся индустрия, о которой я говорю. Сбился чуть-чуть. На фамилиях. Время так, преступного вот уходят, да? Баттл становится все более баттл, да? Поэтому давайте два завершающих вопроса. Вы и вы. Владимир, киножурналист, реча-рекоменталист. Вот вопрос какой по игровому кино. Чем хуже обстоят дела у нас вообще в российском кинематографе, тем лучше блистают несколько человек. Там Крыжовников, там вот к ним сейчас Бондарчук присоединился, да? Режиссеры, которые по текстам «Квартета» и снимают, да? В общем, им удается и собрать кассу, и пользуются они популярностью у зрителей. Ну, как же все-таки нам... А, ну, Лебедев, естественно, да? С его фильмами. Как же все-таки нам добиться уровня вот этого среднего российского кино, которое бы удовлетворяло, ну, основную массу населения? Это развитие. Знаете, сначала развивается в количество, да? Потом переходит в качество. Это закон вообще экономики. Здесь мне не надо ничего нового говорить. Поэтому мы даже еще к первому пункту не перешли. Количество. У нас даже этого нет. Если сейчас, предположим, стать аквариумом, я имею в виду страна, закрыться и не пускать, как это в Китае, в Северной Корее, в Индии, слава богу, это единственные, кто еще державы внутри себя остались, внутренние на своих культуре, традиции, истории живут, растут, и такое общество одно единым кулаком выглядит. И там внутри так реально люди думают. В Китае это так. Они все патриоты. Они все любят деньги, для них это вообще. Но они патриоты, они не предадут именно Китай. Не предадут свое общество. Они все будут и взятки берут, и расстреливают их. Все у них есть. Но это нет. Мы сейчас про кино, чтобы не уйти. Но там количество нереальное. Там дошло 750 полнометражных картин в год, а 21 тысячи серий сериально-телевизионного продукта в год. Да это вообще нереальное количество. Сейчас это переходит в качество. Каждый фильм следующий уже у них производит эффект, уже впечатление. Голливуд начинает тоже как бы... Я с точки зрения экономики не лезу в политики. Смотрит на это. Это конкуренция появляется. Но китайское кино никогда не выйдет в мир. Китай купил там крупнейшую сеть в Америке. Кстати, 20 тысяч экранов за 11 миллиардов долларов. Не поверите. Купили в собственность. Без права планирования репертуара. Представляете, собственная сеть. 20 тысяч экранов. Половина североамериканского рынка. И ты не имеешь права поставить свое китайское кино хоть одним сеансом. Без разрешения... Именно они дальновидные. Они смотрят туда. Через 30 лет они четко просчитали, что не будет Chinatown, будет Америка-тауны. Это у них такая мечта. Одна из картин, которую мы тоже продвигали. Так вот, вопрос очень простой. Вы правильно говорите? Как среднее? Среднее появляется когда? Количество. Сейчас его нет. Пытаются финансировать. Пытаются и горько сделать. Ну, потому что хотя бы оно идет в народ. Ну, чтобы вот это... Это следующий шаг. Ну, вот... Давайте еще один... Ну, будет третий тогда вопрос. Хорошо. Спасибо. И завершающий. Я, честно говоря, очень хотел бы Веронике задать вопрос. Но я не знаю, что... Я не знаю, о чем ее спросить. Поэтому зададим две вопросы. Хорошо. Я, если можно... На самом деле, у нас сегодня тема «Какое кино зрителю нужно?» Дмитрий Якунин. Руководитель молодежного центра «Союз кинографистов России». Спасибо, да. И, если можно, я поделюсь буквально своим мнением, какое кино нужно, может быть, зрителю. И потом Веронике обязательно задам вопрос. Заказ молодежного центра «Союз кинографистов России». Знаете, когда... На самом деле, действительно, зритель разный. И очень сложно понять вообще, что зрителю нужно. Действительно, зритель, который смотрит по НТВ сериалы, это тоже зритель. Да, ему нужно одно кино. Зритель, который ходит с девушкой в кино, там, да, есть попкорн, это другой зритель. Это тоже хорошие люди, в общем-то. И те, и другие имеют право смотреть свое кино. Вот поэтому... Кто-нибудь есть попкорн? Попкорн есть? Или там смотрят в Ютубе, слава Богу, и короткометражные фильмы, которые сейчас хорошие появляются, и документальное кино, и авторское кино. Это все, все люди, которых надо уважать, которые, ну, их точку зрения, их выбор. Я просто хочу... Просто какое кино мне нравится? Да? Я не знаю, поделюсь личным своим. Когда Министерство культуры, там, последние три-четыре года начал объявлять приоритетные темы финансирования, государственной поддержки, вот фильмы о боепике, да, война и так далее, и я услышал среди молодых кинографистов, да, и, там, не знаю, взрослых кинографистов, опа, давай-ка что-нибудь напишем патриотическое. Вот, значит, ты, да, вот как сказал Женя, пена, вот, пена есть. С другой стороны, когда мы смотрим кратендражные фильмы, дебютные фильмы, которые, думаю, значит, которые смотрят программу Каннского фестиваля, Роттердама, Оденсы, там, да, других замечательных фестивалей, и думают, а вот давай-ка сделаем тоже так же, и хотим тоже поездить по миру голливудских, там, точнее, не голливудских, европейских продюсеров найти, потом, значит, ну, как бы выстраивать тоже себе карьеру, и иногда думаешь, как, там, европейский фестиваль, как путевка для эмиграции, так какая-то, значит, такая. Подготовка для некоторых ребят идет, или внутренняя, или внешняя миграция. Вот, и тоже иногда кажется, что это тоже пена, что это не искренне, не от души. И когда кино будет то коммерческое, не коммерческое, авторское, не авторское, патриотическое, там, не патриотическое, когда идет от души, когда идет искренне, мне кажется, по такому кино соскучился зритель. Так что очень хотелось бы увидеть Настоящее искреннее кино Как на наших питчингах Так на казанском питчингах Так на других питчингах Которые мы будем проводить в разных регионах В Москве и в Питере Так что хотелось Вероника ждет вопрос Как вы думаете? Какое нужно кино нам сегодня сделать? Какое кино все-таки действительно нужно? Не изменилось вас мнение? Нам не удалось вас склонить на это? Я думаю аплодисментами точно Можно подержать учебное зрение Давайте тогда ваш вопрос Друзья, еще одну реплику, если позволите Я тоже пользуюсь правом Я очень хочу Мы тему эту не обсудим, но просто подняйте ее Есть такое понимание Цензура, слово, которое Настолько Оно уже избитое и прочее В Китае очень жесткая цензура Есть даже цензура на слово цензура Вот до такой степени Но То, как там это применяется Это, знаете, это безопасность общества Реально Это такая безопасность В таком его классическом понимании Сильном Это как раньше патриотизм было Смотришь фильм «Коммунисты» Хочешь быть коммунистом То есть хочешь вот отнести А это нет Я просто про цензуру Что это такая вещь на самом деле Необходимая и нужная Она очень много регулирует правильных вещей Другое дело, как ее применять Это я здесь тоже соглашусь Есть понятие нашего уже российского особенностей Этих нюансов Чиновнич, которые не очень правильно все это используют Ограничение рынка Имеется в виду квотирование иностранного кино Это тоже проблема С одной стороны, это нужно Это необходимо для того, чтобы нашему кино Увеличиться, стать более качественным Появилось, чтобы среднее кино большое, любое, разное Но опять же, начинаешь квотировать Как подойти к этому квотированию То есть у одного квотируешь Убивается кинопоказ, другой Тоже проблема есть Вот К счастью, все-таки Не в плане возражений А в плане ремарки К счастью, на территории Российской Федерации Цензура в смысле ограничения выражения От точки зрения взглядов и производства Кинопроизводства запрещена До сих пор, по крайней мере, по Конституции К счастью, мы этот шаг, конечно, можем сделать в сторону Китая Будем надеяться, я предлагаю, значит, как сказать Пожелать всем, чтобы мы этот шаг не сделали Вот Сейчас, секунду, все-таки Ответьте, да, на вопрос, Дмитрий Я же мечтаю вам ответить Потому что я ответила в данном случае только Алексею Нет, мое мнение не изменилось И мой ответ вы уже слышали Я считаю, что зрителю нужно разное кино Я из того поколения, которое уже привыкло к тому, что есть выбор И я считаю, что зрителю нужно дать право этого выбора Я не очень согласна с той политикой кинопроката, которая у нас сейчас существует в России Просто потому что, да, она в чем-то нас местами ограничивает Она иногда заставляет нас, порой ленивых, копаться Выискивать какие-то там бриллианты вместо того, чтобы брать поверхности Ну, то есть я могу не соглашаться со многим Но факт в том, что кино должно быть разным И если вы сегодня хотите посмотреть душевное кино И я вам могу даже подсказать парочку картин Я сама недавно посмотрела такие и готова их восхвалять То завтра вам захочется, например, посмотреть что-нибудь очень патриотическое Это тоже важно Послезавтра вам захочется поплакать, это тоже важно А послезавтра вам захочется вспомнить молодость И вы заглянете в свою советскую фильмографию Ну, то есть оно должно быть разным А мы уже сами, мы зрители, я тоже зритель Мы уже сами выберем, что мы захотим посмотреть сегодня вечером Спасибо, вы сейчас лишили меня завершающего слова Потому что я вот прям готовил очень похожий спич Но завершать, я все-таки обещал еще один вопрос Я, конечно, задаю из общей дискуссии Но, тем не менее, тема баттла Какое кино хочет смотреть наш зритель Ну, тут представитель союзской митрофии сказал, что нам нужна искренность Представитель, так сказать, режиссер неожиданно сказал Нам нужна цензура аналогичная китайская А я вот был потрясен Да-да-да, именно так Кстати, я подпишусь Именно так, да, слов не воробей Я просто хотел спросить Вот я был потрясен совершенно тем успехом 12 миллионов просмотров в интернете Фильм Навального То есть запрос Именно это кино, значит, и хочет смотреть зритель Более того, он еще 25 миллионов собрал Еще Понимаете? Мало того, что он охватил аудиторию Он еще и коммерчески все это окупил Вот представителю союза кинетрофистов Все правильно, друзья Основная задача как раз и есть Это воспитание оппозиции Это то, что нужно, чтобы мы внутри друг друга Себя все перемололи, перелопатили И превратились в Украину Это не очищение, к сожалению Это зараза, которая в крови Уважаемые товарищи, режиссер Почиститься и надо Слушайте, у защитников, у ролика 9 миллионов просмотров Который сделан Почему, собственно, люди вышли? Это та же история, что была с Болотной Люди вышли В принципе, происходит много чего плохого Кто был на Болотной? Но когда возникает я на всех был Много объясняется Вы спрашиваете про Болотную Люди живут в Казани, да? Люди живут в Казани, не москвичи Так это не есть Это в фурналистском расследовании Расширенном таком, да? Нет Это нечто Между Между этим кино Кино и искренне Там нет никакой разницы Понимаете? Если вы делаете экскурсную разницу Ваше кино смотреть никто не будет Понимаете? Понимаем Жизнь должна быть в кино Вы скажите Вы будете пересматривать Из раза в раз Из года в год Фильм Навального про кроссовки Я не буду пересматривать Через 20 лет вы к нему вернетесь И будете рыдать О запросе Это же недолго игра О запросе Это другой продукт Я к чему Или думаешь Вы немножечко о другом сейчас ушли 12 миллионов просмотров Достигается в течение Полутора суток За небольшие дни Давайте ваш фильм покажем 12 миллионов просмотров Пусть он наберет Я конец А можно донуться Два слова Про поводу искренности Это как бы звучит очень хорошо Но ведь на самом деле Это вещь такая не очень очевидная Для Понимаете Искренен ли супрематизм Искренен ли там Я не знаю Модернизм Искренен ли кавка Есть Понимаете Искусство Это все-таки более сложная вещь И искренность Это скорее некий эмоциональный эффект Который мы чувствуем Когда мы с чем-то сталкиваемся Это некоторое единство Нашего опыта С опытом Может быть художника Который нами интуитивно ощущается Когда мы сталкиваемся с картиной Поэтому здесь Работа довольно сложная Вы говорили это искусство? Мы говорили там про кино Там я шла об успешном кино Я сейчас говорил Как бы о том Что оно бывает очень разным И кино Художественное кино Художественное кино Оно лежит разным самым традициям Где Слово искренность Немножко из другого Словаря Это немножко другая вещь Это скорее может быть Некоторое следствие Может быть Некоторое Наше эмоциональное Ощущение Мы так называем То, что нам понравилось Но это немножко Другая проблема Немножко нескустоическая Я прокомментирую? Да, конечно Владимир Владимир Владимирович Фенчин Которого все прекрасно знаем Мы с ним общаемся Смотрим кино Иногда читаем сценарий И он комментирует Когда ему кажется Что человек просто не знает тему Молодой кинеграфист Просто берет себе чужую тему Придумывает вообще что-то Так лезет не в ту Как бы отрасль Опять же Как в левую Так в правую Это и есть неискренность А когда человек действительно Болеет тему Знает ее И снимает об этом Пишет сценарий об этом Это и есть иск Мне кажется Да, наверное Может быть Я бы назвал это одержимостью Хороший режиссер Он должен быть одержим То есть ему даже очень часто Если нет бюджета Он будет снимать без бюджета Все-таки так случилось Что надо завершать К сожалению Вопрос можно один пользуюсь Конечно Я очень хотел всегда спросить Вот я увидел Молодых журналистов Ребят И мне такой Не сочтите это за какое-то Я искренне хочу сейчас спросить Можно как-то коротко сформулировать Как вы понимаете Профессию журналиста Для чего она Я сейчас не экзамен Ничего Просто вот Понятно, что у врачей Какая задача Вот я кино сформулировал Зачем кино заниматься То есть условно У журналистов Какая задача Как вы сейчас Кто-нибудь может Наверняка же существует Какое-то такое Четкое определение Или как внутри считаете Кто присутствовал Должен сказать Мы говорили Кто-то один Сам не смел Скрывать Потому что если все начнут говорить Мы отсюда не разойдемся Вскрывать И понятно Мы говорили об этом Да, я с направления телевидения Я думаю Все-таки Главная задача журналиста Это вскрывать Общественные проблемы Выводить их на дискуссию Чтобы народ знал Народ обсуждал Если это касается Искусства Просвещать И так далее Журналист просто должен Говорить о том Что есть Показывать разные точки зрения Это главная задача Прекрасно Извините Можно я скажу Меня зовут Егорова Наталья Я журналист Я пресс-секретарь Молодежного центра В 17-18 лет Мне тоже так казалось И что журналист Должен Вскрывать Я соответственно Профессиональный журналист Закончила уже Фак И до сих пор работаю Что журналист Должен скрывать что-то И наверное Режиссерам В 17-18 лет Должен Ему тоже кажется Что он Должен скрывать Что-то там Нарыв и так далее И я вижу это В многочисленных интервью Которые я беру У молодых режиссеров А вот когда Вы поработаете В эти журналистике Вы вспомните то Что вам говорили На первом курсе Журналист должен Доносить информацию Распространять информацию И уже информация Будет что-то вскрывать Уже то Как ее воспринимает человек Следующий паттл Который будет называться Какая журналистика Нам нужна А пока Тема следующей программы Мы уже почти завершили Это вашими словами Если есть что сказать У наших гостей В качестве завершающего Не последнего слова Пожалуйста Залу Если нет Я буду завершать Вызываю смотреть Хорошее кино Ценить кино Искусство Любить кино Изучать кино Читайте кино Спасибо Да собственно говоря Этим все сказано Я тоже самое разделяю И я так понимаю Вы полностью присоединяетесь К сказанному Да Я молодое поколение Поэтому просто лайк всем Если все битвы Так заканчивались Все присоединились К одному сказанному мнению Я вас всех поздравляю И благодарю За участие в нашей следующей программе Спасибо Спасибо